В Нижнем городе трудовой доблести Тагили, в красивой усадьбе с флюгером Демидовская дача, что на берегу Тагильского пруда на Красногвардейской улице, была восстановлена старая, добрая, еще советская традиция с условным названием «шефство». А конкретно шефство предприятий над подшефными учебными заведениями. В данном тагильском премьерном случае концерн «Уралвагонзавод» взял шефство над Нижнетагильским лицеем и школой номер 95. Трехстороннее соглашение о финансовой поддержке «Уралвагонзаводом» двух учебных заведений подписали Свердловский губернатор Евгений Куйвышев, мэр Тагила Владислав Пинаев и гендиректор концерна Александр Потапов. Процедура подписания соглашения завершена. Соглашение, которое будет в первую очередь направлено на развитие образования. Я рад, что в Нижнем Тагиле, как и раньше, теперь появляются подшефные школы. Поэтому, конечно же, то, что сегодня корпорация задумывается о образовании, и я не сомневаюсь, что в этих образовательных учреждениях будут внедрены новейшие практики обучения и профориентации. Мы обязательно включимся в реализацию этого соглашения нашей программы Уральской инженерной школы. Ну и понятно, от этого выиграют только наши дети. И, безусловно, выиграем все мы от того, что молодые люди в раннем возрасте будут ориентироваться при выборе своей профессии. Ну и сегодня мы находимся на Демидовской даче. Я думаю, что это, наверное, глубоко символично, потому что семья Демидовых всегда вкладывала в Урал, в регион, и думала о будущем. И мы, когда обсуждали вместе, какое направление, собственно говоря, для нас будет знаковым, мы для себя четко все определились, что это дети. Дети – наше будущее. И то, что вот сказал Евгений Владимирович, я абсолютно вот разделяю, потому что завод, ему сегодня исполняется в этом году 85 лет, и у него есть будущее только тогда, когда на смену будут приходить наши дети, которые рождаются здесь, которые живут здесь, растут и становятся патриотами Урала и Урал-вагонзавода. Подписанное соглашение начнет действовать с 1 января следующего года. Сколько денег и на какие мероприятия УВЗ выделит подшифтным школам, это будет конкретизировано в дополнительных соглашениях и протоколах. А в Тагильском лицее работники уже радуются. Наконец-то! Старые обшарпанные корпуса отремонтируют. У лицея два здания, и оба очень сильно обветшали за крайние десятилетия. Это бывший дворец творчества 1949 года и детский садик 1954 года, который требует капитального ремонта фасадов. И я думаю, что в рамках заключения совместного соглашения предприятия с губернатором Свердловской области будет проведен ремонт фасада здания и отдельных учебных кабинетов. Помимо чисто материальных вливаний из УВЗ в подшифтные школы, соглашение предполагает прямую дорожку из школы на завод через ВУЗ. Кстати, обратите внимание, что ВУЗ – это анаграмма УВЗ. ВУЗ – УВЗ. На всех уровнях обучения реализуется модель лицей ВУЗ Уралвагонзавод, позволяющая усвоить преемственность между образовательными программами лицея и высших образовательных учреждений. В дальнейшем нами планируется реализовать совместно с Уралвагонзаводом проект по подготовке молодых мобильных специалистов из числа выпускников лицея для предприятия. Хочу поблагодарить руководство города, что очень быстро и качественно была подготовлена соответствующая документация к реализации этого соглашения. Я уверен, что это большое дело, которое нам предстоит в течение двух лет реализовать. Только лишь одним подписанием шефского соглашения рабочая поездка губернатора в Путинград не ограничилась. Глава региона проконтролировал, как ведется строительство новой набережной в рамках проекта «Тагильская лагуна» и посетил дворец детского и юношеского творчества. Центральный вход, который ведет прямо на эту набережную. Много десятилетий дорога от дворца к пруду отсутствовала, ибо там был бурьян. Сейчас его расчистили, и работники дворца творчества поблагодарили губернатора. Очень благодарны вам за «Лагуну-2». Вот вы знаете, 33 года со дня открытия дворца мы сражались на территории будущей лагуны с буреломами, с травой вместе, и с нами вместе были дети. И, конечно, сражаясь, мы, естественно, мечтали. Мечтали о том, что когда-нибудь будет что-то интересное на этой площади, большой. И когда нам представили проект, мы не сразу поверили. И вот когда пришла техника, пришли удивительные рабочие, которые импульсивно работают, когда бесконечно нас терроризировал, извините, пожалуйста, в хорошем смысле слова, глава города, удивительный человек, к которому мы относимся с большим уважением. Мы поверили в то, что сказка реальна. Возле дворца творчества глава региона пообщался с тагильским народом, выслушал, какие проблемы существуют. Ну, а то, что в Тагиле их немало, Евгений Куевышев знал. Ибо перед этой поездкой он в социальной сетке свой ваяж в Тагил заанонсировал и попросил писать ему о конкретных проблемах во втором городе опорного края. И люди написали. И помощники губернатора все обращения, а их оказалось около 350, аккуратненько рассортировали, сложили в папочку, которую ласково называют «взрыв пакетом». И губернатор папку с перечнем поручений по решению конкретных тагильских проблем принародно передал мэру Владиславу Пинаеву. И получилось почти как в самой сильной, на вкус автора этих строк, сцене в истории кино. Ну, помните, да? Судьба человека. Главный герой с пацаненком едут в грузовике. Он мальчика спрашивает. А ты знаешь, кто я? Кто? Я твой отец. И мальчик трогательно до слез возопил. Папка! То, что смогу решить сам, сам решу. То, что нужно оказать помощь, поддержку главе местному, обязательно окажу. И сегодня посетили одно медицинское учреждение. И вот, кстати, все тут обращения. Значит, здесь то, что касается сферы здравоохранения, безусловно, это я на свой контроль взял. А то, что касается проблем городских, я прошу по каждому обращению отработать и представить мне дорожную карту. На прощение директор Дворца творчества Оксана Михневич подарила губернатору ангела. Пусть этот ангел вам напоминает о том, что в такие линии есть люди, которые вас не только уважают, но и любят. Ну а самым ярким и экстремальным эпизодом визита губернатора во Дворец творчества стал картинг. Новые карты уже поступили. Главу региона поблагодарили за новый картодром. Я вас хочу поблагодарить, во-первых, то, что у нас наконец-то появится картодром. Это большое дело, потому что я увидел, уже картинги привезли новые. То есть это у нас не было картодрома, мы занимались за дворцом на площадке, где машины ставят. То есть, когда уже машины уезжали, нам приходилось как-то ютиться, заниматься. Теперь наконец-то у нас появился картодром. Уже ждут, уже пошли записываться, все уже вперед паровозы. Но мы даже сейчас появится картодром, Дворец закроется на ремонт, мы все равно будем сюда приводить картинги и тренироваться. Одной из проблем, обозначенных в папке «Взрыв в пакете» оказался пешеходный мостик через речку Малая Кушва на улице Менделеева. О нем губернатору поведала местная активная женщина Татьяна Несоленихина. Раньше здесь был широкий, удобный деревянный мост, но его снесло. Временно поставили этот металлический, узкий, опасный. И он временно стоит уже более 10 лет. Местные попросили у губернатора новый мост, и он не отказал. Дескать, утром проект, вечером деньги. От маленького мостика губернатор и иже с ним перенеслись на огромный мост, на главную стройку Несоленихин. На строящийся мост через городской пруд, о котором мечтали несколько поколений тагильчан. И вот прямо у них на глазах, как пел Юрий Антонов, мечта сбывается. Мост через пруд, готовый уже на 60%, увязан единой 5-километровой дорогой еще с двумя путепроводами. Через Свердловское шоссе и железнодорожную ветку. Процесс, как видно, идет и идет, как выяснилось, с опережением графика. Строители надеются успеть к 300-летнему юбилею Тагила, который случится ровно через год. Вот это будет роскошнейший подарок. В принципе, мы идем к ближайшими темпами. Есть запрос закончить строительство в августе, к дню города. 300 лет Нижнему Тагилу. Мы к этому, в принципе, стремимся. Продолжение следует...